Господа, когда вы ведете бизнес, то забота об успехе ваших партнеров ради своего успеха поможет вам значительно преуспеть. У меня был друг доктор, у которого была своя больница. Он мне сказал, примерно один год, ну, может быть и три месяца. У меня был цирроз печени из-за гепатита B. Я тогда принимал лекарства, но, вероятно, они плохо помогали. В течение одного года я умру, а может и через три месяца я стал думать, что же делать. Меня не сильно волновало то, что я умру, ведь все умирают. Я заранее был готов к смерти. Я верил в Бога и принял Иисуса как Спасителя. Поэтому для меня это не представляло большой проблемы. Меня больше беспокоило, что будет, когда я предстану перед Господом. Если перед судилищем Христовым спросят, как ты жил? Это злой или ленивый слуга? Похвалят ли меня? Сказав, что я был хорошим и добрым, или будут ругать? И подумав, показалось, что ближе второе. Чтобы избежать порицания, нужно заняться евангелизацией. Когда обанкротилась компания iimkorea.com, оставался некоторый инвентарь. Поэтому я решил, что нужно его продать и потом уйти в иной мир. Поскольку цена была дешевой, а сам продукт эффективным, людей это привлекало. Тогда я решил таким образом проповедовать. С одной стороны я готовился к уходу, а с другой люди, которые мне тогда встречались, все были бедными и жили очень тяжело. Их втягивали в многоуровневые бизнесы и обманывали. Я подумал, хорошо бы хотя бы ради этих людей создать одну нормальную компанию. Но с другой стороны, я думаю, что пришел к мысли распространять Евангелие. Потому что должен умереть. Чтобы открыть компанию, должны быть деньги на залог для открытия своего офиса. А тут была ситуация, когда у меня не было ни гроша. Я попросил несколько коробок оставшихся товаров, получил их и продал. Но только делая так, компанию ведь не откроешь. Но тут, в моем окружении, мне сказали, что если я создам компанию, они будут работать как следует. Тогда я решил создать компанию. Но для открытия своей компании нужно создать нормальную систему. И если уж делать, то делать как следует. Должна быть вычислительная программа, затем система логистики и бухгалтерия. Сейчас уже система вознаграждения расширена. Все уже создано и работает. Впервые, когда я только работал с цифрами, я действительно даже не ходил в туалет. И не спал три дня и две ночи, работая над окончательной системой вознаграждения Атоми. Наверное, я тогда был как никогда сконцентрирован. А теперь количество членов превышает 10 миллионов. Бизнес ведется в 27 странах. Продажи превышают 2 триллиона вон. А компания ни разу не меняла систему вознаграждения. Да это же чудо какое-то! Попробуйте. Для повышения звания нужно бросать себе вызов. Однако звания были созданы не для того, чтобы их повышали, занимаясь искусственными покупками. Звания были созданы для того, чтобы, достигнув первого уровня, вы могли себя поздравить, вознаградить, приободрить, чтобы получить мотивацию работать еще усерднее. Я мог организовать так, чтобы подниматься, работая в одиночку. Но я не стал этого делать. Почему? Вместо того, чтобы зарабатывать деньги в одиночку, мне хотелось сделать так, чтобы можно было добиться успеха, помогая нуждающимся, держась за руки и идя вместе. Я специально сделал так, чтобы получить повышение можно было только при условии помощи двум людям с обеих сторон. Видя, сколько денег поступает на ваш счет, вы можете подумать, что успех идет медленно. И что, несмотря на усердный труд, результаты не так хороши, как хочется. Но думая о кошельках партнеров и о том, как обстоят дела у них на счету, вы можете добиться больших успехов. Я и правда в самом начале практически выполнял роль спонсора. Тогда на то, чтобы набрать первую тысячу членов, ушел почти один год. Я знал, когда и кому поступают деньги. И мог сказать, вот сейчас поступили. Я сам вел подсчет. Тогда я был директором отдела учета. Потому что не было сотрудников. Поэтому я рассчитывал все вознаграждения, вел учет, занимался перечислением средств. Уходил с работы минимум в два часа ночи. Обычно уходил в три ночи. А на следующий день был семинар одного дня. То ездил за людьми в Ульсан, Пусан, Гванджу, начиная с четырех утра. И по одному забирал. Не говорите, что сейчас сложно заниматься атоме. Когда я слышу, как люди сейчас говорят, что атоме заниматься сложно, есть трудности, мне прямо так и хочется сказать. Может, вернешься к истокам и попробуешь сначала? Тогда, даже при тех трудностях, все не обращали на них внимания. И преодолевали. И вели бизнес. Если партнеры под вашей веткой зарабатывают деньги, вы просто продолжаете. Старайтесь еще больше. Тогда можно сказать, что вас вытолкнут наверх. Если вы работаете изо всех сил, а внизу не шевелятся, то почему они не работают? Потому что мало зарабатывают. Вот и не шевелятся. Чтобы преуспеть, нужно обязательно помочь им зарабатывать. Помогите партнерам зарабатывать. Редактор субтитров А.Семкин